Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Территория Татуировки. В этом видео я расскажу вам, как сделать реалистичный лес. То есть сегодня мы будем делать лес на руку. Почему именно лес? Потому что о нескольких видео было уже посвящено графике. Девушкам на бедро делали татуировки, пока показывал линии и так далее. Если вы смотрите это видео на YouTube, то либо переходите по ссылке в описании, либо кликайте, мы прикрепим ее куда-нибудь сверху. Либо ищите в социальных сетях вот эти вот у меня обучающие видяхи. Вторая причина, почему я хочу показать вам татуировку в стере лес. Мне это очень нравится. И еще меня бобит с того момента, что какие-то, ну не знаю, либо школьники, либо не сильно творческие люди делают такие эскизы. И в интернете очень много таких эскизов. И после этого появляются вот такие вот работы. Когда мастера не понимают, то есть не знаю, что такое плановость, там какая-то атмосферность в работе и так далее, они просто красят это черным. Вот. У нас есть мастер студии, который работает на очень хорошем уровне. И если ему нужно сделать лес, он всегда все красит черным. Я говорю, а почему черным-то это же, блядь, можно же подетальнее, поинтереснее прорисовать. Так это же лес, это же блэк. Вот. Я с этим не сильно согласен. То есть если это ночной лес, то да. Но даже ночной лес можно прорисовать как-то более детально, более атмосферно, не просто закрашивая это черным. То есть если человек хотел бы блокворк, он бы так взял и попросил бы, я хочу блокворк. А это лес. Я считаю, что он должен быть красивым атмосферным. Вот. Как делать не надо, я вам показал. И покажу примеры моих работ с изображением леса. Вот. Да, он тоже черный, да, издалека я тоже. Но тем не менее, это более детально, более интересно. Вот примеры моих работ с лесом. Они в полкруг руки. Здесь вот немножечко краснота есть. За счет чего появляется краснота? За счет того, что мы работаем с грейвошами. То есть под черным пигментом это не видно, а под светленьким-серденьким эта краснота вся выступает наружу. И клиенты бывают, говорят, типа, что-то там коричневого добавил. Да, я говорю, да, там с коричневым будет круче тебе. Вот. Он немножечко высаживается, но потом узбагаивает. Когда я объясняю, что нет, чувак, все нормально. Потом при полном заживлении у тебя будет черный, темно-северо-светло-северо и так далее. А вот эта вот коричневизна, эффект красноты, это просто вздрючность кожи, которая проходит при заживлении. Смотрите, вот это вот у нас сейчас на мониторе эскиз клиента. Вот. Эскизом, конечно, и сильно правильно назвать, но многие клиенты считают это за эскиз и скидывают, типа, вот я хочу вот такое сделать. Ваша задача обязательно перед сеансом поговорить с человеком и объяснить ему, что желательно сделать что-нибудь подобное и не копировать один в один. Почему копирование один в один подобных работ приводит к не самому лучшему результату? Потому что, во-первых, у нас теряется детализация. Хорошие мастера, они переводят это все с фотографии, считайте, они берут реалистичную фотографию, переводят это на трансфер, детализация теряется. Потом переводят это на руку, детализация теряется. Потом это все фотографируют, потом во время работы что-то там пропускают, какие-то моменты упрощают. Потом это все фотографируют и детализация еще теряется и работа искажается. Вот, соответственно, когда, если вы делаете по чужой работе, вы делаете все то же самое, только x2. То есть вы сильно теряете детализацию. Это раз, два, очень важный момент, вы теряете индивидуальность. То есть у клиента будет неиндивидуальная работа, и ваша задача донести до него ту информацию, что чтобы не быть как, не знаю, какой-нибудь клон всех остальных, кто ходит с одинаковыми татуировками, лучше сделать что-то индивидуальное. Потому что вот эта работа сделана, скорее всего, каким-то мастером по индивидуальному эскизу конкретно для него. Поэтому не сильно правильно, не сильно красиво варевать идею как мастеру, так и клиенту. И еще один очень важный момент, когда вам скидывают подобное и говорят, я хочу сделать, там, этот эскиз, хотя это не эскиз, я хочу сделать точно так же. Вот ваша задача объяснить, что точно так же, это, не знаю, просто многих мастеров вот от этого слова точно так же очень сильно бомбит по той причине, потому что точно так же не сделает даже тот мастер, который делал эту работу, потому что люди не роботы. То есть, что уж говорить про того мастера, другого мастера, который будет это выполнять. Поэтому, если вы хотите точно так же, ищите именно вот того мастера и надеетесь на то, что он сделает точно так же, хотя точно так же даже у него не получится. Поэтому, чтобы клиент вам потом не сказал после сеанса, почему у меня работа не точно так же, ваша задача объяснить ему, что вы понимаете, что один в один у вас не получится. Вот как бы смешно это ни было, на самом деле это очень важный момент, потому что многие клиенты нереально не догоняют таких вот моментов элементарных. Все, теперь наконец-то мы можем переходить к делу, поэтому мы сделаем что-то подобное. По вот этим деревьям я еще согласуюсь с человеком, а вот этого срущего волка мы, скорее всего, ну не скорее всего, точно будем убирать, потому что вот эти вот, не знаю, попсовые конвейерные волки, они выглядят, на мой взгляд, довольно зашкварные. Почему он свечит, его что подсветили задним планом фонариком? Вот, поэтому сейчас будем делать хорошую, красивую татуировку, чтобы не копировать один в один всякие, не знаю, элементарную чернуху простую. То есть мы что делаем? Мы просто берем и по трансферу обрисовываем именно фотографию, то есть находим хорошие исходники, именно фотографии елочек, деревьев и так далее, и обрисовываем. Вот не нужно, тут вот если можно покрупнее сделать, слишком вот каждую прям вот эту вот, не знаю, вот, каждый миллиметрик один в один обрисовывать. Вы так будете сидеть два часа. А смысл? Можно сделать вот такое вот быстрое движение, такой эффект дерганой руки. У вас получится примерно все точно так же, но вы сэкономите огромное количество времени. Поэтому слишком сильно не запаривайтесь, просто делайте это довольно быстро, оперативно. На данный момент существует два основных принтера. Это для ручного перевода, то, что я делаю сейчас, и машинный перевод. Там, где вы нажимаете на кнопочку, и вам сразу же выдается готовое изображение. И тот и тот имеет ряд плюсов и минусов. Если мы говорим про графику, то это лучше ручной перевод. Если мы говорим про начинающих мастеров, то тоже лучше ручной перевод, чтобы вы могли настроиться на работу. То, что вы пока сидите, обрисовываете, чтобы вам не тупить во время сеанса. Если вы хотите подумать, то пока вы обрисовываете трансфер, как раз на самое время, чтобы подумать. И во время работы вы уже лишний раз не думаете, вы просто технически грамотно и правильно выполняете свою работу. Если кто-то в голове не может вспомнить вот этот алгоритм, что он делает сначала, что потом. Для начинающих мастеров, даже для мастеров с опытом, совсем не зашкварно будет, взять и выписать, что вы делаете, там первым пунктом, один, вы делаете сначала контура, два, вы делаете покрас, три, вы делаете тени и так далее. Когда у меня сложная масштабная детальная работа, я создаю себе такой мини-чек-лист и во время татуирования, то есть я сделал контура, предположим, я это вычеркнул, я там сделал уплотнение контуров в каких-то моментах, ужирнение, тоже вычеркнул и так далее. И так у нас работа устраивается много быстрее, чем вы поделали то, 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 то. В итоге нихера не успели, половину забыли и вот не сэкономили время, которое могли сэкономить. Так, все, смотрите, наши елочки обрисованы. Обратите внимание, что мы не будем прям так контурить, как показано на трансфере. Это просто нам нужно, как пример разметки. Если бы это были какие-то начинающие мастера, либо портачники, они могли бы взять все это, законтурить, а потом бы еще криво покрасить, что контур еще выделялся бы от самой чернухи и от прокраса. Нет, это просто разметка. Обратите внимание, что в этом коротком видео я не могу раскрыть все фишки, намного больше нюансов я доношу у себя на курсах тату-мастеров. Там все рассказываю более подробно, более детально. Сейчас мы начинаем вырезать наши елочки. Или ели в деревьях. Вырезаем, собственно, примерно миллиметров пять или сантиметров. Кому как больше нравится. Обычно я, бывает, еще делаю вот здесь подрезы, чтобы это лучше по форме руки ложилось. Или немножечко смачиваю бумагу из полиглизатора с обратной стороны. Но здесь нам это не понадобится, потому что татуировка ляжет по форме руки. И так очень хорошо. Все, далее мы начинаем перенос изображения на руку. Обратите внимание, что рука у нас выбрита как следует. Это может сделать либо мастер перед сеансом, либо это может сделать человек заранее. У меня есть шаблоны, которые скидываю за сутки примерно перед сеансом, чтобы человек уже пришел подготовленный. То есть он должен выспаться, он должен хорошо покушать и побрить себе руку. Потому что брить парней мне как бы не особо прикалывает. Вот. Либо если человек забыл побриться, то вам придется делать это самостоятельно. Ну, чтобы сэкономить расходники, чтобы сэкономить время, мне, как правило, парни приходят уже побритые. Следующий важный момент. Мы как следует обрабатываем кожу антисептиком. Прежде всего, конечно же, чтобы трансфер зафиксировался и чтобы трансфер лучше держался у нас на руке. Уже в третью очередь это просто антисептические свойства, чтобы все обеззаразить. Самое главное это обезжирить, чтобы трансфер держался лучше. В этом видео я хочу обратить внимание, что вы должны максимально ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью вашего клиента. и максимально ответственно собирать рабочее место, не сняться, почаще менять перчатки, не сняться до сеанса и после сеанса, обрабатывать все поверхности как следует специальными средствами. А далее мы переносим трансфер на руку, короче. Вот. Как следует. Я это делаю все с большим запасом. То есть у нас трансферовка будет либо здесь, либо здесь. Я еще не решил, как пойдет. Как хорошо ляжет, так и будем делать. Вот. Поэтому я с большим запасом все смазываю, чтобы не было так, чтобы часть обожения перелось, часть нет. Лучше больше обработать, чем меньше. Все, мы намазали гелем без особого фанатизма, чтобы не было переизбытков его. И далее. Как я делаю? Я прошу человека встать, как он стоит, просто руку расслабить. Вот. Мы понимаем, что самая основная видимая часть, вот зритель смотрит именно вот на этот участок, чтобы она бросалась в глаза. Вот можно, вот здесь будет, значит, здесь должна быть основная елка. Берем и ляпаем ее. Чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Если она понравится, мы оставим это. Если не понравится, то перенесем еще раз. Все, смотрите. Мы нанесли трансфер, как я его наносил. Две основные елки, самые большие, я разместил сюда и сюда, потому что вот как у нас человек стоит в расслабленном положении руку, вот эта елка сразу бросается в глаза, она самая большая. И здесь, то есть, притричь тоже очень важная часть, поэтому тут тоже самая большая елка. Здесь я оставил место специально для блэка. Тут у нас будет чернуха, закрашенная блэкворком. Так. Что еще? Какой момент? Вот эти елки у нас в задних планах. Обратите внимание, что вот эти елки, они совершенно идентичные. То есть, я не стал запариваться, а я взял одну и ту же переводку и ляпнул сюда и сюда. Почему я так сделал? Чтобы 10 елок не обрисовать. Потому что во время того, как вы это все рисуете, вы не можете прям идеально одинаковое количество точек сделать здесь и здесь. Эти елки все равно будут примерно разные. Поэтому вот, можно не запариваться, 2-3 елки обрисовать, и все вот эти елки у вас получатся разные. А если бы эту татуировку делал протачь, никто бы не запаривался, это все обвел контурами, закрасил черным, это было бы просто стандартная шаблонная конвейерная татуировка. Если бы, конечно, он хорошо ее сделал. Вот. И все. Как правило, такие мастера, они не имеют какого-то, не знаю, понимания плановости, объема, атмосферы и так далее. Вот здесь у нас будут елки на заднем плане. Мы прорабатывать их будем послабее. То есть, то, что у нас на переднем плане будет сильнее проработано, то, что на заднем плане будет слабее проработано, меньше детализации, и они будут более плавненькие. Что придаст нам эффект атмосферности, объема и так далее. Но это уже все буду показывать на видео. То есть, эти вот елки мы расставляем максимально хаотично, чтобы это не выглядело, как какие-то одинаковые зубцы. То есть, вспомните, как растут елки в лесу, либо посмотрите побольше. Не фотографии татуировок, а именно побольше артов, побольше картинок художников. Тут решает осмотренность. Посмотрите больше фотографий. Можно просто, если вы хотите делать офигенный лес, а не как вот эти конвейерные протачники, прогуляйтесь просто по лесу, посмотрите, проникнетесь вот этой атмосферой леса, чтобы вам не просто вы хотели сделать хорошую татуировку, а чтобы вы прям кайфовали, когда ее делали. Все, наш трансфер готов. Теперь что мы делаем? Мы отправляем человека отдыхать и предупреждаем его, чтобы он это место не обо что не шоркал. Поэтому, если это лето, пока у вас нету какого-то царапок здесь, пока вы не начали делать татуировку, в принципе, он может прогуляться и так. Если ему нужно покурить, он может покурить, он может выпить кофе, то есть отдохнуть, расслабиться, настроиться на сеанс для того, чтобы трансфер у вас закрепился. Можно к татуировке, в принципе, приступать сразу, трансфер держится нормально, но лучше, чтобы он закрепился минут 15-20 подождать. Чем больше вы ждете, тем лучше он держится у вас на коже. Поэтому делаем небольшой перерывчик, и мастер настраивается на работу. Если вы еще не успели собрать рабочее место, то как раз пока человек отдыхает, пока трансфер закрепляется, а вот эти 15-20 минут, как раз вы успеете собрать свое рабочее место. Все, на крест мы начинаем бить татуировку. Вот у нас есть рабочее место. Хочу сделать в нем акцент, показать, что я буду использовать в ходе работы. Прежде всего я хочу напомнить еще раз, что не сняйтесь почаще менять перчатки, и не сняйтесь как следует почаще обрабатывать руки. Далее, если вам нужно опускаться выше-ниже на стуле в процессе работы, то забарерьте его заранее, чтобы не пачкать грязными руками. И, опять же, посмотрите видео по сборке рабочего места, я посмотрю, что вот эта вот пленочка, она вас от этого, от какого-то заражения может не спасти. Поэтому очень важно до сеанса и после сеанса как следует обрабатывать это все антисептиком для поверхности, как следует. Что у нас используется во время работы? Перчатки, которые мы будем регулярно менять. Далее, бумажные полотенца я использую Зева. Зева из самого другого сегмента, самую другую Зеву. Самый основной инструмент, который используется в ходе работы, конечно же, это та машинка. Какой машинкой я работаю, рекомендировать я не буду, то есть, в отличие от многих блогеров, то есть, мне за это не платят, мне неинтересно, мне прежде всего интересно привести к вас познавательную информацию. Вот. Поэтому точечки может ставить, в принципе, более-менее любая пенобразная машинка от 15 тысяч и так далее. Поэтому любая хорошая пенобразная машинка. Вот, я использую машинку на блоке питания, чтобы я мог работать как в парикмахерской, потому что здесь могу поработать, здесь могу поработать и так далее. Правда не сковывают меня, мне не приходится их перекидывать как-то, они не обо что не шоркаются, они трутся. Так, про барьерку рабочего стыла. Разумеется, я не буду останавливаться. Опять же, все, есть видео. Дальше у меня есть тут разные капсы. В первом, начинаем слева направо. Есть мастера, которые справедливо начинают, но большинство правши, поэтому это у нас максимально черный. Тут у нас примерно 40-50% черного. Тут процентов 20-20% черного. Тут, не знаю, примерно 5%. И все остальное я сейчас прям при вас доливаю водой. Какие иголки используем, для чего? Большую иголку Round Magnum используем, так, 35 Round Magnum используем для большого покраса в самом конце, чтобы сэкономить время. Это не обязательно иголка. Вот эти вот три иголки, это самые обязательные, которыми мы будем делать основную часть нашей работы. Первая, это тройка РЛ, потом пятерка РС и девять Магнум для теней. Первое, что мы сделали, это смочили наше бумажное полотенце и свернули его в несколько раз. Вот, ни в коем случае нужно работать вот так вот, потому что так вы будете размазывать грязь, вы будете работать неаккуратно. Вот, и в дальнейшем переучить вас будет борзвы сложнее, чем научить с самого начала. Поэтому сразу работайте аккуратно. Следующее, мы начинаем нашу работу с тройки РЛ. С тройкой РЛ мы будем прорисовывать все детальки. Наша работа будет состоять из нескольких стадий. Вот, сейчас я хочу обратить ваше внимание. То, что я сейчас показываю, это не призыв делать именно так же. То есть вы можете спросить у разных мастеров, профессионалов, как они будут делать лес. И все будут делать по-разному, все будут показывать по-разному. Я сейчас показываю свою видимость на то, как можно это сделать. Во-первых, качественно, круто, быстро и индивидуально. Вот, поэтому мы начинаем с троечки. Я не буду каждую 2 секунды менять иголки. Сначала троечкой порисовал, потом другой иголкой порисовал. Нет, я сначала всю композицию протыкаю троечкой все детальки. После этого я ее снимаю, беру другой картридж, делаю другим картриджем. И так будет 4-5 стадий примерно. Иголочку мы открыли при клиенте. Окунаем ее в нашу красочку примерно на 4-5 миллиметров. Излишки краски можно вытереть. Ни в коем случае не тыкайтесь о донышко, либо о краешке. Потому что если вы забрызгаете себя, либо человека, это будет не сильно круто. А такая краска, ядреная, она не отмывается. Кстати, лично я работаю либо динамиком, либо аллегорией, либо натюрном. Вот я не выезживаю, что я работаю только самые-самые черные аллегории. То есть есть хорошие краски. Самое главное это то, как вы делаете татуировку. Никакие расходники вы используете. Да, расходники должны быть хорошие, но самое главное это ваши руки и ваши навыки. Все, начинаем тыкать именно по краешкам. Хаотичные точки, где-то больше, где-то меньше. Можно затыкать всю елку. И обратите внимание, что по краешкам я буду затыкивать немного больше. И иногда я буду оставлять, если можно как-то это увеличить, вот такие вот пространства, чтобы потом в будущем красить сюда белый цвет. Хаотичная работа точками, где-то больше, где-то меньше. Но не забывайте, первое, оставлять пространство. И второе, делать потемнее, ближе к кончикам. А в центре она будет посветлее. И помните, я говорил, что некоторые елки у нас одинаковые. Так вот, на кончиках импровизируйте. Можно хаотично где-то больше сделать, где-то меньше сделать. Это максимально творческая работа. Я помню, одну из своих учениц, она делала эту елку. Премьер, ну, все занятие. Ну, такую елку натыкала, не знаю, 5-6 часов. Почему это происходило? Потому что она думала, куда же тут можно поставить точку. Блин, тут думать вообще не нужно. У нас была одна стажерка, которая вкрасила вот этими елками просто вкруг руки. Все на изи, идеально. Вот, есть некоторые тату-студии, которые приходят будущие тату-мастера, ну, на обучение. Им спрашивают, у них спрашивают, у вас есть художественное образование? Они говорят нет. И поэтому их отправляют домой. Говорят, без художественного образования нельзя. И, на мой взгляд, это такая дискриминация. Потому что очень много крутых, известных тату-мастеров, которые вообще никогда не рисовали. А есть мастера художественного образования. То есть, это связано, но не всегда. Самое главное, это ваше видение и насколько вам интересна татуировка. Ваша усидчивость, аккуратность. Если вам это действительно интересно, если у вас есть большое желание развиваться, то у вас все получится, скорее всего. Исключение, это та девушка, которая делала одну елочку 6 часов, в которой я уже все объяснил, что тут не нужно сильно задумываться, куда поставить точку. Они плюс-минус ставятся хаотичнее. Хаотично, единственное, что соблюдают те рекомендации, которые я только что сказал. Вот да, вот таких людей, скорее всего, ничего не получится. Поэтому мы не знаем, получится из вас тату-мастер или нет. Это нужно как минимум попробовать. Скорее всего, у вас все будет хорошо, если вам это интересно. Но какое-то видение творческое все равно желательно иметь. Обратите внимание, что здесь контурить ничего не нужно. Трансфер у вас держится хорошо. На этом этапе мы проставляем точки. Вот сейчас я сделаю одну елочку и покажу вам, как она будет выглядеть на первой стадии. Соответственно, все остальные елки плюс-минус должны выглядеть примерно так же. И обратите внимание, забегая вперед, я скажу, что эти елки у вас не должны сливаться друг с другом. Соответственно, если у вас эта елка будет темная по краешкам, эта елка тоже темная по краешкам, но ближе к этой елке она должна быть светлая, чтобы у вас ничего не сливалось. У вас должна быть плановость, передний и дальний план. Все, смотрите, одну елку мы затыкали, все остальные елки будут выглядеть так же. Обратите внимание, что это не полностью законченная елка, это только первая завершенная стадия. Все остальные елки мы делаем точно так же, только чтобы они не сливались вот с этой елкой. Соответственно, ближе к ней будет стлее, стлее, стлее. И тут у нас чисто только кожа будет, без всяких точек и так далее. Все елки вкрашиваем точками так же. Вне зависимости от глубины рисунка, от плановости, в этой стадии мы делаем примерно на всех елках одинаковое количество точек, с одинаковой глубиной входа, с одинаковым нажатием. Под кожу входит примерно 1,5-2 мм максимум. Так, все, в общем, смотрите, мы затыкали первоначально наши елочки. Обратите внимание, что слишком сильно я их не темню, по той причине, потому что будет еще несколько стадий, и чтобы они не получились у нас совсем черные. Далее обращайте внимание, что по краешкам они потемнее, вот, в центре они посреднее, тем более для того, что это сделано для того, чтобы они были поинтереснее, чтобы не сливались. То есть у нас ни одна елка друг с другом не сливается. И здесь у нас идет плавненькое рассеивание. То есть они не просто как ракеты у вас должны получиться, что вверх летят, а потом тут добавят такой туман, дымка, не знаю, такая атмосферная. Вот, они у вас должны плавненько и тут растворяться. Идет через точки плавненький переход. А что еще, за что не запаривайтесь? Вы можете не запариваться за безупречно идеальные точки, потому что все равно они друг с другом где-то сливаются, где-то будет сверху покрашено и так далее. Это у нас идет такая подложка, так называемая фактура елок. Поэтому вы не обязаны прям идеально ровненькие точки ставить четко по 90 градусов. Это потом в дальнейшем можно, конечно, отдельное видео посредить под правильно аккуратный дотворк. Здесь вы можете довольно хаотично фигачить и сильно не стрематься за то, что точка у вас получилась небезупречно кругленькая. Следующая стадия, мы поменяли иголочку стройки рельки на пятерку РСКО. Работаем пятеркой РСКО. Если раньше она у нас была максимально черная краска, то сейчас мы используем средненький граевошек. Но возьмем, предположим, вот сюда тыкнем, посмотрим, что будет получаться. Я сразу вам не сказал, какой колпачок мы юзаем, по той причине, потому что я сам не знаю, как это будет выглядеть на коже, потому что кожа у всех разная. Идеально прочитать цвет не сразу возможно получается. Сейчас я вижу, что темновато, поэтому промываю иголочку и буду делать светлее. Тут мы уже работаем на вкус. У вас должен получаться такой средненький граевошек. Поэтому, если у вас один колпачок слишком темный, другой колпачок слишком светлый, пикнули туда и получили то, что нужно вам. Сейчас работаем предпоследним граевошем. Что такое граевошек? Для чего нужен граевошек? Приходите ко мне на занятия, я там подробнее это все разберу. Но вкратце это разбодяженная с водичкой черная краска, чтобы она получалась такой светло-серенькой для прорисовки деталей, теней и так далее. Сейчас мы делаем такие тоже хаотичные движения, но уже не точками, уже покрас, не знаю с чем сравнить, но представим, что это такая змейка, которая огибает некоторые светлые участки. Обязательно мы оставляем светлые участки для того, чтобы потом... Ну, во-первых, чтобы вся елка не стала черно-серым пятном, а во-вторых, для того, чтобы потом туда вкрасить беленький, который на контрасте будет прям максимально круто осветиться, вот эти вот белые блики. Сейчас вот на этой дальней елке я подробнее все расскажу. Пока рассказываю, смотрите за движениями. Вот эти вот хаотичные движения, примерно, не знаю, как змейка какая-то, или еще что-нибудь, не знаю, как объяснить. Этот этап второй нужен для прорисовки, для выделения объема, то есть мы продолжаем вырисовывать елку. Продолжаем вырисовывать елку для того, чтобы она не стояла, из-за них точек появлялся объем. Ну, в общем, мы продолжаем прорабатывать объем, делать нашу елку более детальной. Вторая стадия у нас будет быстрее, чем первая. Рассказываю, что было на этой стадии. На этой стадии мы чуть поплавнее распылили наши елочки с более плавным переходом и затыкали и покрасили все пятерочкой, резкой. Как красить и так далее, это, конечно же, лучше либо самостоятельно тренироваться, еще лучше на курсах, потому что в рамках всего видео все не уместить. Ну, в общем, мы проработали более детально вот эти вот передние елки. Обратите внимание, что елки на заднем плане мы оставили, чтобы они более плавненькие были при прорисовке вот этой вот новой стадии, которую будем делать сейчас. То есть более детально мы проработали передние елки. Теперь мы берем иголочку Magnum для более плавненького прокраса. То есть сейчас мы делаем еще более плавненькие тени. Делаем примерно то же самое, что и делали до этого, только уже иголочкой Magnum и более легкими граевошами. Не забываем оставлять просветы на руке для того, чтобы потом вкрасить туда белый пигмент. Так, ну вот мы положили тени, получается. Сейчас мы будем красить здесь чернухой, чтобы у нас был какой-то, не знаю, переход от черного к светлому, и потом к теням мы еще вернемся. Из иголки я сейчас беру 35 Magnum для того, чтобы сэкономить свое время и побыстрее вкрасть эту чернуху. Круговыми движениями все это вкрашиваю. Раньше я просто брал и красил. Спустя 3 года мне сказали, что когда красите вы иголочкой вперед, то есть круговые движения, иголкой вперед, так у вас прокрас будет намного быстрее идти, быстрее, плотнее. Всегда старайтесь красить иголочками вперед. Так, вот мы вкрасили практически в круг руки черный. Когда будете делать петровку, не вставляйте с пробел, это я просто хочу показать вам. А так, разумеется, лучше это будет смотреть спиже, если вы вкрашиваете в круг. Вот, нам нужно успеть вам все показать, поэтому вот, вкрасили черный. Дальше что мы будем делать? Дальше будем делать плавный переход от этого черного, чтобы не было просто вот этой черной полосы. Смотрите, здесь будем обязательно делать, а здесь уже по желанию. То есть можно сделать переход аккуратненько через Dotwork. Опять же, у себя на занятиях я могу вам показать, как это сделать. Либо можно сделать плавненькие такие подплытости, как будто, не знаю, это истекает краска. Но это уже отдельная тема. Можно оставлять так, если у вас ограниченное время. Вот, и можно здесь поработать еще над переходиком. Но вот это вот следующая стадия, которая я хочу вам показать, которую мы сейчас проходим, это у нас будет переход от темного сюда, от темного сюда. Начинаем от черного и делаем движение. Движение как маятником. Вот, мы от черного сделали плавный переход, то есть работа постепенно становится чуть более атмосферной. Сделали плавный переход. В следующей стадии мы будем делать еще более плавный переход, но уже не черным, а легким грейвошем. И сделаем дымку здесь. То есть здесь тоже сделаем более плавненький переход. Сейчас берем легкий грейвошек и уже начинаем подходить ближе к самим елочкам, но не доходя до них. То есть небольшая окантовочка у нас светленькая кожей остается. Смотрите, еще что я хотел сказать. То, что в татуировке нет ничего правильного и неправильного. Если мы работаем, предложим, с сильверами, то мы обязаны максимально плотно вкрашивать. Но если мы работаем грейвошами, мы можем это делать вот такими круговыми напыляющими движениями. Либо есть второй вариант. Второй вариант это эффект маятника. То есть мы делаем вот таким вот напылением. То есть как маятник. Плавно входим, плавно выходим. У кого есть художественное образование, у них есть свои плюсы в работе, им легче всего видеть. Но есть определенный минус. У кого есть хорошее образование в плане штрихов, то есть это архитектурная академия, если вы привыкли к тому, как вас учили резко делать штрихи, здесь вы делаете то же самое, только немножко более аккуратно, немножко более аккуратно, более плавно. Я своим художественным образованием все еще ловлю себя на таких моментах, что делаю все довольно резко. От резких штрихов нужно отходить, у кого есть хорошее художественное образование, и делать все более плавно. Так, смотрите, мы сделали предпоследнюю стадию, сделали мягкие тени. При полном заживлении, разумеется, вся красота вспухлостью спадет, вот это вот коричневизны не будет, и будет чуть больше объема, потому что сейчас все сливается, все довольно темное. При полном заживлении у нас будут черные, серые, светло-серые и так далее. Потому что Грэйвош просядет, татуировка будет чуть посветлее. Там, где это нам нужно, где-то будет посветлее. Вот в тенях, в тенюшках и так далее. Там, где чернуха, она чернуха и останется. Далее, что мы будем делать дальше? Сейчас я следует все протираю. После этого будем мариновать руку. Что значит мариновать руку? Берем побольше бумажных полотенец и замачиваем в растворе хлоргексидина, либо просто добавляем побольше воды, чтобы дать руке отдохнуть, чтобы сукровица повыделялась. Примерно на это нужно минут 10-15. Если у вас есть время, по возможности минут 30-40 бывает. Я даю руке отдохнуть. Для чего я это делаю, сейчас объясню. Так, смотрите, для чего мы делаем стадию мариновки. Желательно человека никуда не пускать, покурить и так далее. Но если прям очень хочется, закрутываем еще в стрейч-ленту и отпускаем его курить именно с маринованной рукой. Но опять же, если мы говорим про перекуры во время сеанса, когда уже организм принял в себя столько краски, то, как правило, перекуры не сильно круто отражаются на здоровье. И людей начинает вести после большого краса. И после перекура. Поэтому советую просто выпить водички, либо еще лучше сладкую чайку, скушать что-нибудь сладенькое и посидеть спокойненько, помариноваться. Так вот, для чего мы делаем основную стадию мариновки? Чтобы не спачкать белый цвет. Как происходит то, что пачкается белый цвет? Как я уже говорю на своих занятиях, либо в некоторых видео, не бывает безупречно черной татуировки. Почему? Потому что, во-первых, нет идеально черного цвета, и тем более, если мы говорим про татуировку, которая под кожей, она у нас как под тонировкой прячется, поэтому она не идеально черная. Если мы говорим про белый, то тем более белый не может быть идеально белым, потому что он, опять же, по тонировке немножко желтеет. А если это еще плюсом будет смешиваться с какой-то грязью, которую мы не отмыли, если это будет смешиваться с укоричными выделениями, то есть, представляете, мы вкрашиваем белый цвет, и это все смешивается вот с этими с укоричными выделениями. И это заживает прям такой, не знаю, цветом слоновой кости, такой желтевизной. Отталкиваясь от того, что у нас не может быть идеально белый цвет, мы должны хотя бы более-менее постараться, чтобы его не запачкать. Для этого маринуемся от выделения, это первое. И второе, перед тем, как начать, либо полностью меняем иголку, в крайнем случае, как следует протираем иголочку, а сейчас иголочка будет 5-ереска, которая у нас была на второй стадии, получается. Вот эту вот 5-ереску мы как следует протираем, дальше как следует промываем в чистой воде, и только потом уже приступим к белому цвету. После того, как мы промариновались, как следует все промываем, и теперь мы готовы к вкрашиванию белого цвета. Белый цвет я не советую вам во все пробелы вкрашивать полностью везде. Это делать не нужно, потому что белый цвет слишком сильно дешевит работу. Белого цвета нужно использовать понемножку, для придания бликов и какой-то живости работы. Если вы не профессионал, то работайте с этим очень аккуратненько, потому что очень много можно все испортить, если вы слишком много добавите белого, и будете делать это неаккуратно. Кстати, можно оставить работу в таком состоянии и без белого цвета, это тоже будет надеяться хорошо. Но я добавлю белого, чтобы было еще по контрастнее, поинтереснее, по живописнее. Мы вкрашиваем белый цвет бликами, только в пробелы и не везде. Я вкрашиваю это такими точками. Специально я заготавливал эти пробелы еще с самого начала работы, еще с первых стадий. Обратите внимание, получаются блики на деревьях, как будто падает свет. Белый цвет очень сильно будет кровить, поэтому придется еще потом долго мариноваться, для того, чтобы можно было более-менее это все отфотографировать. Поэтому после сеанса не старайтесь фотографировать кровавые работы, вот такой вот лес в крови. Помаринуйтесь, посидите еще подольше. После того, как мы полностью вкрасили белый цвет, мы как следует промываем это все антибактериальным мылом, либо как следует обрабатываем их хлоргексидином. Как следует промываем. Мыло антибактериальное, желательно, конечно, без одушек. Как следует, прямо до скрипа, вы должны промыть и саму татуировку, и грязь вокруг татуировки, чтобы это было презентабельно, осмотрелось на портфолио. Ну, насколько это возможно. То есть, да, грейвоши, они сильно краснеют. Желательно потом отлавливать ваших гостей при полном заживлении, как татуировка полностью облезет. Но, как бы вам человек признателен не был, сейчас в современное время петские все заняты, поэтому будьте готовы к тому, что человек может к вам вообще не прийти. Поэтому подготовьте зону для фотографии, как следует обработайте руку, чтобы это было красиво. Потому что бывает так, что мастер делает татуировки плохо, но хорошо фотографирует, и в социальных сетях у него покупают. А бывает так, что тату мастер делает хорошо работу, но очень херово ее фотографирует, и в итоге в социальных сетях у него не покупают. Поэтому самый идеальный вариант – это А, научиться делать хорошо, круто татуировки, и вариант Б, еще научиться их хорошо фотографировать. Вот сейчас мы промоем все это с мылом. Далее, что мы будем делать? Ничего нового, все так же маринуемся, чтобы рука еще немножко подуспокоилась, и чтобы белый цвет лучше появился, потому что сейчас он у нас довольно кровавый. Вот, маринуемся, и после этого уже идет фотография. Вот мы закончили наш сеанс с лесом. Человека закутали с заживляющей пленкой для более комфортного заживления, чтобы ему не пришлось заживляться и мучиться с мазями. Как заживляться пленкой заживляющей, у меня есть специальное видео, ссылки оставим в описании. Как я показал на практике, лес может сделать намного детальнее, намного более детальным и интересным, чем просто покрасить черным. Я надеюсь, что этот урок пойдет вам на пользу, что вы сможете излечь из него какие-то моменты и применить эти фишки в своих татуировках. Подписывайтесь на наш канал «Территория татуировки». С вами был Павел. Всем счастья!